Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как размещать логотипы и картинки на наших печатных платах в EagleCard. К примеру, есть печатная плата Relay, где вы можете увидеть логотип моего канала, точно так же изображение, сигнализирующее о высоком напряжении, и аналогично на обратной стороне данной печатной платы, аналогичное изображение, но большего размера, и внизу есть лицензис, который распространяется данная печатная плата. Или, скажем так, данный проект. Теперь, что касается самих логотипов и картин. Для начала нам необходимо подготовить данное изображение в специальном формате, то есть в формате BMP с глубиной в 1 бит. Для этого переходим в графический редактор. В графическом редакторе у меня уже открыт ранее созданный мной логотип, он открыт векторе. Вы можете использовать любое программное обеспечение, которое поддерживает рисование в векторах. Теперь, есть векторная картинка, ее необходимо сохранить. Мы делаем файл, экспорт, выбираем формат BMP, название, save, перезаписать, yes. Выбираем битмап, resolution 300 ppi, нажимаем ok, глубина 1 бит. И ok. Все, наша картинка как логотип в формате BMP сохранена. Теперь переходим в EagleCut. В EagleCut все просто. Мы можем импортировать наше изображение сразу же на нашу печатную плату. Но это неудобно. Почему? Потому что мы туда его не сможем передвигать как отдельный объект. Его надо будет отмечать и группировать. У нас просто при импорте наше изображение будет прорисовываться кучей-кучей точек. Это невыгодно и это нехорошо. Теперь, что касается изображений. Изображения у нас помещаются в слои T-Place и B-Place. T-Place это top и button, то есть верхняя и нижняя часть печатной платы. 21 и 22 слой. Так как же все-таки удобно размещать наши логотипы. Их удобно размещать с помощью библиотек. Для этого создаем библиотеку. Переходим в File, New Library и создаем новый пакет. Пишем logo J1Touch 3 мм. Почему 3 мм? Потому что размеры статические и их нельзя менять. И попадаем на окно, где мы можем сами нарисовать наш логотип с помощью имеющихся срез. Но нам выгоднее сделать, запустить Run ULP и сделать импорт нашего логотипа с формата BMP. Нажимаем OK, выбираем наш логотип и здесь выбираем белый цвет. Здесь инверсия. Если мы рисовали на белом фоне, черном, то выбираем белый. Нажимаем OK и в данном окне выбираем единицы миллиметры, 21 слой. Это обязательно не забывайте про это. И теперь смотрите, самый главный вопрос это Scale. У нас есть изображение по X 1133 пикселей, по Y 1122 пикселей. Чтобы рассчитать Scale, мы делаем так. 3 мм делим на 1133 и получаем значение. Что такое 3 мм? 3 мм это ширина нашего логотипа, которая будет на печатной доске. А X это количество пикселей. Все, скопировали, вставили, нажимаем OK. И у нас готовится скрипт, запускаем скрипт. Вот есть наш логотип. Чтобы проверить, вписался ли он в 3 мм, выбираем сетку 3 мм и нажимаем OK. Все отлично работает. Сохраняем библиотеку. Нажали на сохранить и ввели название библиотеки. Например, библиотеку назовем TestLogo. Нажимаем Save. Все, наш объект и логотип сохранен. Кстати, мы можем полностью переключаться. Еще раз создать, допустим, какой-то объект. Давайте. Logo. J1. Tech. 5 мм. Для примера я быстренько создам еще. Нажимаем Create. Точно так же делаем файл. Run.ulp. Import. BMP. OK. Выбираем картинку, которая нам необходима. Белый цвет. OK. Миллиметры. Не забываем про 21 слой. И делаем подсчеты. Теперь у нас 5 мм разделить на 1.33. Копируем данное значение. Вставляем данное значение. OK. Готовится скрипт. Запускаем скрипт. Делаем проверку. Ставим 5 мм. Смотрим. Вписывается в сетку 5 мм. И нажимаем сохранить. Все. Наша библиотека сохранена. Теперь разместим объекты на нашей макетной плате или печатной плате. Открываем редактор нашей печатной платы. Подключаем нашу библиотеку. Здесь она появилась. Если не появилась, нажали Browse. Выбрали. Отметили библиотеку. Написали Use. Все есть. И она подключилась. То есть мы ее можем теперь найти. Да. Она уже есть. Она подключена. После этого мы можем нажать Add. Даем на поиск Gen White Edge. То, что ранее. И вот мы видим библиотеку, которую мы создавали. И ранее созданную мной библиотеку. Нажимаем 3 мм. И размещаем логотип, где нам необходимо. Я примеру поставлю за пределами нашей печатной платы. Теперь смотрите. По умолчанию логотип размещается на лицевой части передней платы. Для того, чтобы его переместить на заднюю часть, мы нажимаем Mirror, Apply, OK. И он автоматически переходит на 22 слой. То есть вот он есть 22 слой. Если допустим еще раз нажмем на Info и уберем Mirror, он обратно переходит на 21 слой. Таким образом, мы теперь знаем, как размещать логотипы или изображения на печатных платах. А на этом все. Подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, ставьте лайки. Пишите в комментариях, какие темы вам нравятся и интересны больше к обзорам. И до встречи на канале. Пока-пока. Пишите в комментариях, какие темы вам нравятся и интересны больше к обзорам.